Здарова, чуваки! Меня зовут Александр Дегтярев и это РОК Ньюз! Фронтмен Лимбискит Фред Дарст вновь напоминает, что он не Роберт и никого он не убивал. Фронтмен Лимбискит Фред Дарст недавно опубликовал в соцсетях свое фото в балахоне с надписью «Не Роберт на груди». Это фото посвящено недавней ошибке новостного агентства Associated Press, которая перепутала Фреда с человеком по имени Роберт Дарст, мультимиллионером, сделавшим состояние на торговле недвижимостью, обвиняемым в убийстве своей подруги Сьюзан в 2000 году. В США арестован американский миллиардер Роберт Дарст. Он признался в совершении трех убийств, причем сделал это невольно и совершенно случайно. Журналисты снимали большой документальный фильм о непростой жизни Дарста, который в разные годы потерял жену и подругу. В перерыве между съемками герой отошел в ванную и, рисуясь перед зеркалом, произнес фразу «Что же я сделал? Я убил их всех». Дарст был уверен, что его никто не слышит, но оказалось, что микрофон на миллиардере был по-прежнему включен. В сообщении Associated Press по поводу задержания Роберта в Новом Орлеане было сказано, полиция штата Луизиана задержала по подозрению в незаконном хранении оружия и совершении убийства первой степени экс-фронтмена группы «Лимбискит» Роберта Дарста. В данный момент он находится в тюрьме города Нью-Орлеан. В понедельник ему будут предъявлены обвинения еще в двух преступлениях им совершенных. День спустя Associated Press выпустили официальное опровержение, в котором признали допущенную ошибку и заявили, что задержанный в Луизиане предполагаемый убийца не имеет никакого отношения к экс-вокалисту группы «Лимбискит». Правда, даже это заявление содержит себе фактическую ошибку, поскольку Фред Дарст является действующим, а не бывшим вокалистом «Лимбискит». Группа «Мегадед» на официальном сайте открыла специальный пазл, собрав который у каждого будет возможность узнать, кто записал партии ударных для нового альбома. Наверняка очень многие уже собрали этот несложный пазл и уже точно знают, что Крис Адлер действительно работает с «Мегадед». И лично меня это реально повеселило. По-моему, так и надо относиться к работе, а именно с юмором. Группу «Каркас» не пустили в Малайзию. Согласно сообщению «За Стар Онлайн», решение «Каркаса» проводить сообщение о невозможности посещения Малайзии из-за отказа перевернутым флагом страны вызвало негодование со стороны ряда поклонников. «Прости, Малайзия», пишут «Каркас», но никаких концертов в май у вас не будет. Похоже, ваши государственные органы забыли поменять календарей и не в курсе, что на дворе уже 21 век. Нам отклонили запрос на визу из-за содержания текстов. Смешно и стыдно. Дайте знать, когда станете советским государством. Им смешно, а вот нам совершенно нет. Еще свежи воспоминания о том, как «Кэннибал Корпс» у нас в России отменили тоже из-за текстов. Ну и еще ряд других тяжелых исполнителей. «Подскриптум». Ах да, если вы читаете это, то уже все равно поздно. Мы уже попортили вашу молодежь. Отыграв в прошлом году в Кучинге, малазийские поклонники с негативом восприняли изображение перевернутого флага своей страны, обвинив коллектив в неуважении. Вот тут я с фанатами согласен. По мне так это было лишнее. Все-таки музыкантам уже далеко не по 15 лет. В новом альбоме Slayer будет песня, записанная еще при жизни Джеффа Ханемана. Басист и вокалист Slayer Том Арая в недавнем интервью изданию «Револьвер» рассказал о процессе в записи 11-го студийного альбома группы, выход которого запланирован на текущий год. «Я бы сказал так», — говорит Арая. «Мы находимся на начальной стадии завершающей стадии». Хм, а в этом фразе вообще есть смысл? Ну да ладно, пусть будет так. Нам и впрямь осталось только завершить сведения и мастерев. Хотя есть еще вещи, которые нам надо будет обсудить в ближайшем будущем. Как мы назовем альбом, какую обложку выберем, в каком порядке расположим песни и какие имена им дадим. У нас готово 13 композиций, но на релизе, думаю, будет только 10 из них. Хотя, быть может, вам повезет и мы впихнем туда всю чертову дюжину. Группа записывала свое новое творение на протяжении 4 месяцев в Хэнсон Студиос, под руководством продюсера Тера Дейта, работавшего с Пантера, Саундгарден, Корн и другими. CD будет выпущен на собственном лейбле коллектива, а также на Nuclear Blast Records. Тем самым, Slayer положили конец своему 28-летнему сотрудничеству с Риком Рубином и звукозаписывающей компании American Recording. Также это будет первый релиз группы, выпущенный без участия одного из ее основателей, Джеффа Хэннемана, умершего в мае 2013 года из-за осложнений, вызванных циррозом печени. Процесс работы над альбомом начался еще 3 года назад, когда Джефф еще был с нами, сообщила Рая. И у нас есть одна песня, записанная при его участии. Да, вы сможете услышать его игру в этой композиции. Для нас же это невероятное счастье иметь на новой записи творение, к которому он успел приложить руку. Это очень хорошо. Это настоящая дань памяти и уважения брату по оружию. И отличный подарок для фэнов. Аббат отправил Иммортал на покое и запустил новый проект. Фронтмен и один из основателей Иммортал активно занят репетициями и сочинением нового материала и готов к записи. В связи с невозможностью достичь соглашения с другими участниками группы, он собрал новый состав. Абат считает, что пришло время показать свое искусство миру и позволить наследию развиваться. Новость, конечно, шокирующая. Но лично я почую неладное, еще когда в группе начались разборки по поводу названия. В следующие два года выйдет новый альбом и пройдут точечные живые выступления. Первым таким станет концерт в Лондоне 18 сентября. Это будет первый раз, когда Аббат выйдет на сцену после триумфального участия в качестве хедлайнера фестиваля Блудсток. Вслед за тем, в 2016 он сыграет на родине, став хедлайнером престижного фестиваля Бластфест в феврале, в котором принимают участие только норвежские группы. Использование собственного имени – единственный шаг для Аббата, который стал идолом и тем лицом, что ассоциируется с группой, в создании которой он принял участие в 90-м году. 25 лет противостояния с Северным Ветрам – веха для любой группы. И вместо того, чтобы использовать имя Иммортал, Аббат будет тащить эту ношу на собственных плечах. Иммортал ушел на покой, но мощь, музыка, а главное сам Аббат – нет. У группы Продиджи вышел новый альбом. 30 марта 2015 года официально вышел альбом легендарных электропанков The Продиджи. И пусть меня упрекают, что это не металл, зачем ты посвящаешь им столько времени, да вашу же мать, да в них больше рока и набора, чем во многих типа рок-бендах. Я любил, люблю и буду любить это трио безумных чуваков из Великобритании. Я был на их концерте и вживую они просто сносят голову. На их шоу тоже слымятся и трясут башкой. Какая еще группа из такого жанра может похвастаться таким? Выход альбома – это однозначно событие. Естественно, ожидания были завышены. Я уже успел послушать пластинку и пока что у меня довольно смешанные чувства. Есть действительно отличные боевики, которые навечно поселятся в моем плейлисте. Но есть и проходняк. После прослушивания остается ощущение сырости и незаконченности материала. Может быть так и задумано, но вот прошлые релизы этим не страдали. Во всяком случае, я очень рад выходу альбома. Очень вам советую заценить его. Ведь это Продиджи. Смейк ма бичап, мадефака! А теперь рубрика «Рецензия». И сегодня я познакомлю вас с Пятигорской группой Атрахора. Группа была создана в 2006 году. И изначально музыка представляла собой сырой black metal. Но после смены состава постепенно склонилась к атмосферному dark death metal. С использованием в музыке различных жанров. Группа воспринимается слушателями неоднозначно. А это верный показатель того, что она особенная. Я слышал такие мнения, что вначале сложно воспринимать их. Но если уж слушался и понял, то оторваться просто невозможно. Примечательно, что Атрахора сталкивается с серьезными трудностями в своем творческом пути. Ребята закаляются. Именно так и рождаются культовые команды. Сегодняшняя «Рецензия» еще и анбоксинг. Вот такая посылка ко мне пришла из Пятигорска. Давайте же поскорее ее раскроем. Распотрошив упаковку, я нашел целых два диска. Рассмотрим же оформление. Начнем с альбома «Веком Буста». Все сделано добротно, качественно. Особенно мне понравилась гравировка на задней стороне диска. Имеется довольно внушительный буклет с текстами песен, фотографиями участников и адресами коллектива. Буклет оформлен без излишеств и все довольно просто. Местами даже монотонно. Что лишний раз говорит о том, что основной уклон сделан на самой музыке. Альбом начинается с этнических барабанов. И вот тут я вспомнил еще об одной вещи. Помимо английского языка Атрахора используют еще и греческий. А это реально интересно. Дальше мы погружаемся в замысловатый рисунок гитарных рифов и утробного пения. Каждая песня дополняет друг друга. Погружаешься в атмосферу древности и величия. Оторваться от прослушивания очень сложно. Давненько я не ощущал такого. Вставки же с языческими напевами, как мне показалось, просто уносят в космос. Серьезно, попробуйте послушать. Это нечто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь переходим к свежей IP-шке Meta Home. Оформление просто отменное. Приятная картонная упаковка, которая раскрывается и дает доступ к кармашку с CD. Сделано все очень стильно. Придраться не к чему. Опять же упомяну гравировку на диске. Весьма оригинально. Здесь музыка более тяжелая, как мне показалось. Что не может не нравиться. Но вкрапление восточных мелодий, клавишных и резких переходов не дает заскучать. Имеются скоростные треки с сильнейшей энергетикой. Все здесь на месте. И атмосфера, и тяжесть, и мелодия. Первое, что приходит на ум из ассоциации, это Найл с их египетским этносом. Вот только музыка пятигорских металлистов побогаче будет. А Трахора для меня настоящее открытие. Как никогда советую ознакомиться с их творчеством. Ссылки на группу вы найдете в описании. Поддержите ребят. В общем, вот эти ребята настоящие мастерские. Находите ли вы обзор на вашу команду или новый альбом? Тогда присылайте заявки на вот этот адрес. Эй, чуваки! Это были РОП Ньюз. С вами Александр Детерев. Ставим лайк. Подписываемся. До встречи! Ждать, когда изменится мир. Верить, но сколько можно? Жить среди статус слепых. Идущих так неосторожно. Ждать, когда изменится мир Верить, но сколько можно Жить среди стадо слепых Идущих так неосторожно Идущих так неосторожно